Всем привет! Сегодняшнее видео скажем так реакция на многочисленные просьбы видео будет об одном из в принципе простых упражнений достаточно, но в нем, как и в любом другом упражнении есть определенные нюансы оно вообще построено из одних нюансов видео сегодня о жиме гантель сидя сразу говорю видео снимается о тренировке среднего пучка дельтовидных мышц не вижу смысла рассказывать и показывать как тренируется передняя дельта просто потому что более рабочие мышцы на теле у человека найти практически нереально нам тут мешает директор клуба вот и она функционально самая загруженная по массе средний пучок из всех трех пучков плеча самый маленький передняя дельта средняя по размеру между средней и задней задняя дельта потенциально по массе самая большая самая длинная просто практически всегда самая недоразвитая передняя дельта растет синхронно вместе с грудными мышцами и участвует практически во всех упражнениях даже в приседаниях когда мы фиксируем штангу на плечах поэтому я ее никогда не качал и в принципе тренировку передней дельты считаю вообще напрасной тратой времени ее можно так перегрузить потому что даже в качаниях бицепса стоя и в жимах лежа в любых разводках везде она работает причем под пиковыми весами иногда поэтому грузить ее дополнительно еще отдельными упражнениями но смысла не вижу поэтому говорим мы сегодня о средней дельте и о том как жать гантели для того чтобы точечно попасть в среднюю дельту фишка вся в том что попасть в среднюю дельту очень сложно в одной простой причине из-за ее специфического крепления ну вот сейчас Виталик сядет на лавочку к нам боком мы все разрисуем не, вы лицом к зеркалу садись потому что тебе придется на себя смотреть к зеркалу надо было больше поесть там мозг не работает вот для того чтобы четко представить себе что такое средняя дельта и как она работает мы как на краш-тестах автомобилей как на манекен на Виталика наклеим метки наклеим метку примерно на зону крепления средней дельты верхнюю на нижнюю точку крепления примерно дальше клеим по прямой линии по кости для того чтобы понять вектор на который направлена средняя дельта поездка 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 вот вот едем дальше так наш манекен сел наконец-то вот я думаю что метки видно да вот получается средний пучок плеча крепится вот здесь вот верхней точке сустава в точке между бицепсом и трицепсом и дальше мы продолжаем как бы кость да по прямой линии который крепится средняя дельта функция средней дельты отведение плеча вот этой части руки строго в сторону средней плоскости нашего тела поднимем вот наша средняя дельта напряглась как только мы повернем руку локтем вниз у нас же большую часть нагрузки будет забирать на себя передняя дельта нам нужно средний поэтому вот у нас сам эффективная работа это когда кость не меняет свое положение относительно своей оси да то есть не проворачиваясь работает в сторону отводит плечо от туловища а вот теперь вот фишка в чем нам нужно пожать гантели сгибаем руку не спеши точки наши в мерке да смотрят строго в потолок то есть они показывают нам куда направлена конкретно усилия средней дельты вот они раз два три четыре и они смотрят перпендикулярно в потолок как только мы повернем плечо таким образом чтобы наши предплечье стала перпендикулярно полу наши метки вот они поворачиваются назад и получается вектор нагрузки на среднюю дельту должен лечь слегка назад для того чтобы она включилась поэтому для того чтобы сжать гантели для средней дельты локоть нужно отвести в плоскость плечевого сустава вот если сбоку смотреть вот на нашу плоскость да вот она проходит сквозь тело через плечевые суставы это забедренный локоть должен находиться в той же плоскости предплечье должно быть всегда перпендикулярно гантели а теперь смотрим как это выглядит сзади ну вот наш виталик сидит поднимает он вторую руку этого чтобы включить среднюю дельту нам нужно будет сделать прогиб в пояснице напрячь трапецию и развести плечики слегка назад то есть есть жестким хорошим прогибом для того чтобы локти не выходили во фронтальную плоскость вот сюда как только они сюда выйдут будет работать сразу же переднее плечо нам нужно среднее поэтому локти мы помещаем в плоскость плечевых суставов вот как только мы локоть переместили в плоскость плечевого сустава эту функцию нас выполняет средняя дельта вот она сразу же напряглась как только мы локоть переместим вперед она расслабится грубо говоря это положение тела это положение рук обеспечивает статическую нагрузку на среднюю дельту следующий момент берем руки гантели сели предплечье перпендикулярно гантелям и перпендикулярный пол чуть-чуть опустили локти вниз вот исходное положение для жима гантелей сидя положение спины не меняется мы сидим строго вертикально локти у нас плоскости плечевых суставов для того чтобы добавить нагрузки и заставить среднюю дельту сработать на пиковом в пиковом режиме скажем так для того чтобы она получила пиковое сокращение нам нужно добавить еще немножко дисбаланса для этого гантели с помощью кисти нам нужно наклонить не назад вовнутрь вот гантели получается примерно под углом 30 градусов относительно полу при этом предплечье угла своего не меняют она вертикаль перпендикулярно полу гантели мы наклоняем только с помощью кисти таким макаром возвращая возрастает нагрузка на трапециевидную мышцу и на среднюю дельту ей уже приходится стабилизировать предплечье вместе с плечом потому что это одно уже в этом в этом случае а теперь нам нужно пожать только не спеши еще не жми давай попробуем пожать так как жмут все просто вверх вот если обратить внимание чуть шире руки расставь вот это классическая ошибка людей которые жмут гантели выпрямились почему-то да и локти выпрямились и в принципе есть еще траектория движения на средняя дельта у нас уже расслабилась потому что гантели нашли опору через предплечье в сустав опустили гантели в исходное положение для того чтобы дать пиковую нагрузку для средней дельты в верхней точке во первых угол в гантелях мы не выравниваем мы сохраняем гантели под углом и второй момент вот этот вот наклон гантелей обеспечит нам движение кисти и по дуге грубо говоря сама кисть с помощью наклона задаст траекторию движения непроизвольную просто фишка в том что если ты правильно сидишь и правильно жмешь верхней точке выпрямить руки будет очень сложно виталь давай медленно поднимаем руки в верхней точке сводим вперед их не выносим вот и вот теперь стоп держит но теперь четко видно в каком напряжении находится средняя дельта даже ямы в плечах появились как только мы гантели с локтями чуть вынесем вперед это все дело пропадает вернее обратно и давай теперь медленно опустили вниз гантели с локтями ходят все время в одной и той же плоскости и пожали вверх до касания гантели между собой верхней точки гантели не выходят из этой плоскости опустили очень четко видно как работает среднее плечо она начинает отделяться от передней дельты и нести в себе нагрузку это единственное положение тела рук локтей плечей кистей при котором жим гантелей даст пиковую единственно возможную нормальную нагрузку на средний пучок плеча это упражнение будет практически базовым давай еще чуть-чуть пожмем верхняя точка будет самой тяжелой будет очень сложно выпрямить полностью локти если правильно все делаешь мало того с непривычки много у кого может даже начать сводить трапециевидную мышцу среднюю дельту широчайшие просто потому что придется держать собственное тело самому хорош может показать фишка в чем почему мы не используем лавочку точнее говоря мы лавочку используем но только для того чтобы на ней сидеть есть одна проблема спинка лавочки непроизвольно заставит тебя слегка откинуться назад снимет у тебя ментальное напряжение с фиксации спины таким образом частично ты потеряешь правильное положение тела советую жать гантелями сидя без спинки четко садясь правильно как только ты сядешь со спинкой ты автоматически хоть немножко но откинешь титуловище назад таким образом локти относительно туловище будут уже находиться не там где нужно поэтому частично загрузку больше на себя заберет передняя дельта она передняя дельта работает всегда просто при таком положении как мы только что показали на себя максимум заберет средняя дельта хотя передняя дельта никуда не денется все равно будет работать как только мы поменяем Положение рук, локтей в другое, какое угодно И туловище Сразу же большую часть нагрузки на себя заберет Передняя дельта, средняя практически выключится из работы Если нет проблем со спиной Советую с гантелями вот так вот садиться Работать без спинки Со спинкой стоит начинать работать в одном случае Либо если у тебя проблемы со спиной, да, с позвоночником Либо если у тебя вес гантелей дошел до 30 кг С гантелями легче 30 кг Можно спокойно работать сидя без спинки Для того, чтобы работать с гантелями тяжелее 30 кг, 30 кг дальше Ну, примерно практика показывает Уже лучше, конечно, поставить спинку Но у большинства лавочек Спинка в строго вертикальное положение В 90 градусов перпендикулярно полу не выводится Поэтому для того, чтобы подогнать ее под это положение Придется, так как мы Под лавочку подложить диски И вот наша лавка стоит Ну, там немножко нет 90 градусов, конечно Там где-то 85-87 Но все-таки это близко к Тому идеалу, который нам нужен Просто положить еще по третьему диску Уже будет небезопасно на ней сидеть Садись на лавку Правила Жима со спинкой В принципе те же Тебе придется прижать Плотно задницу К спинке раз Прогнуть поясницу Ну и закинуть гантельки наверх Можно чуть опереться уже на спинку Хоп, вот ты, смотри Положение тела поменялось Это очень существенная вещь Если ты, если сесть как без спинки Опа Это будет идеальное положение Поэтому для того, чтобы нормально сжать Со спинкой Выставляй спинку Вот видно, да, сколько не хватает спинки Для идеального положения Сантиметров 10-15 То есть для этого придется ее выставить так, как нужно Ну, можешь облокотиться Для того, чтобы компенсировать Нашу не идеальную спинку Локти придется отвести еще чуть-чуть назад Во Вот мы видим У нас локоть закрывает плечо Предплечье И мы начинаем работать Раз Давай, пожми немножко Два В верхней точке сводим гантели вместе Три Четыре Не выноси гантели вперед Вот включается средняя дельта Хорошо Там можешь отдыхать Открою тайну Если в неправильной технике С помощью передней дельты Ты жал гантели килограмм по 20 То приобретая вот такое положение Придавая своему делу И рукам Думаю, что тяжелее 10 килограмм гантели Ты просто нормально не пожмешь Но Пожертвовав весом гантели И переключившись на правильную технику этого упражнения Ты сам не заметишь Того, как эти 10-килограммовые гантели Потом очень быстро Переводятся в 20-25 килограммовые гантели И фишка в том, что плечо действительно начнет меняться Просто Реально нагрузить базовой нагрузкой хорошо Среднюю дельту Очень сложно Нужно выполнять четко Абсолютно все правила работы И выполнять все Правила векторов, физики и всего остального Да, слишком низко гантели не опускает То есть запястье Точнее кисть не должна опускаться Совсем ниже уха Просто потому, что уже будет слишком острый угол И средняя дельта отключится Этого не стоит делать Средняя дельта Самая слабая Она самая недоразвитая Человек в течение дня практически не работает рукой в сторону Поэтому И крепление достаточно стрёмное Она перекидывается через сустав Да, и грубо говоря Она должна поднимать в сторону Целый рычаг И этот рычаг смахивает на швабру Которую ты пытаешься поднять за один конец На другом конце Мокрая тряпка Поэтому Не жди сначала от работы Для средней дельты Больших весов от себя Ну, это травмоопасно Не надо гнаться за весами Научись ее включать Как только ты научишься ее включать У тебя сразу же появится уверенность Ты почувствуешь, как она работает Ты почувствуешь, как работают мышцы спины Для того, чтобы ты смог ее включить И тогда веса сами по себе начнут расти очень быстро Ну, а на сегодня все Пока